Переходим к созданию, к настройкам проекта под VR. Мы взяли обычную 3D сцену, то есть здесь пока никаких плагинов нет. Мы заходим в Windows, Package Manager и скачиваем из Unity Registry, то есть все доступные зарегистрированные у Unity плагины, и попытаемся скачать XR Plugin Manager и XR Toolkit. То есть мы устанавливаем в данный проект пока только две библиотеки, то есть XR Interaction Toolkit и XR Plugin Manager. И сейчас в зависимости от скорости интернета они у нас будут подгружаться. В любом случае первая часть лекции у нас записалась без звука, но я вам закинула запись лекции с прошлого года, в целом информация очень похожая, я думаю, вы можете посмотреть и там, и там. Так, и интернет у нас пропал. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... обязательно перезагружайте Продолжение следует... 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 Так, ну окей. Пока на сегодня, на сегодняшний момент нам хватает. Следующее, что нам нужно, нам нужно проверить, появилась ли у нас XR. И здесь, так как до этого мы использовали, получается, под VR, то есть мы прям там T-plate использовали, то здесь у нас уже есть доступный XR Origin под VR. Мы возьмем его стандартный, он автоматически создается вместе с XR Interaction Manager. Его не удаляем, все, что добавилось, нужно оставить. И здесь, получается, в XR Origin, XR Rig, у нас идет Main Camera. Main Camera – это, получается, наша голова, то есть там, где у нас headset. И Left Controller, и Right Controller. И в сэмплах у нас есть, получается, Interaction Starter Assets. У нас здесь есть, так, вот, есть преднастроенные, получается, Left Hand Controller и Right Hand Controller. То есть вот эти вот пресеты нам помогут использовать уже правильные настройки, то есть чтобы все вручную здесь не подгружать, какие именно экшены нужно делать. В Unity есть пресеты, и как раз-таки через Starter Assets мы скачали эти пресеты, и можем в каждый контроллер подгрузить нужные нам пресеты. То есть в Left Controller мы ставим Left Controller, в Right Controller мы ставим, соответственно, Right Controller. И здесь автоматически подгрузились все необходимые вот эти импуты для того, чтобы взаимодействовать. Эти импуты автоматически генерятся, то есть и берут контроллеры, например, под те же самые Oculus Quest. То есть если даже пробежаться по внутренностям, то мы можем это посмотреть. То есть это Position Action, Rotation, то есть мы вращаем этим контроллером. Испект, то есть нашелся ли этот контроллер. Потом импуты. У нас есть Select Action, это вот эта кнопка. Есть Value, с какой силой мы давим на этот рычаг. Есть Activation, Activate Action, по-моему, это вот эта средняя кнопка. Тоже Value. И про все вот эти вот кнопочки, они идут, то есть все интерактивные настройки перехватываются с контроллера и подгружаются к Unity. То есть Left Controller, Right Controller мы настроили. И Main Camera у нас, по сути, отвечает за наши, получается, шесть D.O., как мы говорили в лекции, Depths of Field, Degrees of Freedom. То есть, получается, вот эти все взаимодействия головой, то есть где у нас находится наш персонаж, куда мы попадаем в виртуальную реальность, отвечает как раз-таки Main Camera и Tracking Pause Driver. То есть этот Input System нужен обязательно, без него не будет взаимодействия в виртуальном мире. Следующее, что можно сделать с этой сценой, это добавить VR-сцену, то есть то, где мы будем находиться. Для этого нам нужно скачать какую-нибудь 3D-модель. Я собрала несколько ссылок, и получается, environment для VR очень важен. И вы можете туда поставить просто какую-нибудь комнату с кубиками, либо вы можете скачать уже хороший, получается, environment, настроить в нем коллайдеры и погрузиться в среду. Здесь можно скачать... Также появился... Если раньше мы скачивали со Sketchfab комнаты, то в Sketchfab произошли изменения. Больше нельзя продавать 3D-модели на Sketchfab. Они иммигрировали на новую, получается, платформу, которая называется Fab. Fab совместно, получается, с Unreal Engine, я забыла, как они называются, Epic Games. То есть они продались Epic Games, и теперь у нас есть новый магазин, на котором можно продавать 3D-модели. Он называется Fab. И отсюда тоже можно попробовать скачать какие-либо комнаты для VR. Но, соответственно, выбирайте тоже бесплатные, потому что мы это используем только в качестве тестов. Но здесь функционал Sketchfab остался. Просто здесь даже есть Sketchfab Store Closed. И переносите все свои модели, говорят, в Fab. То есть здесь мы можем все еще, по-моему, скачивать бесплатные, но новые модели уже не можем покупать. Отсюда мы можем в целом взять вот эту сцену и на ней взаимодействовать. Либо можно... Но Sketchfab работал, мне кажется, лучше. Ну, это, скорее всего, из-за разных налогов и так далее. То есть здесь, чтобы зарегистрировать магазин, в Fab я проповала, там огромные анкеты просто всего, там вплоть до подписания налоговых деклараций в США и так далее. То есть вот все очень как-то сложно. Теперь в продаже моделей. Здесь было все намного проще. Здесь только PayPal аккаунт подсоедините все. Так, ну и здесь, получается, 3D не особо работает. Здесь более стабильно было. Так, я пока сейчас скачиваю эту сцену. И сцену мы добавим так же, как мы раньше добавляли 3D-объекты, то здесь мы теперь добавляем окружение. Мы сами становимся объектом в этом окружении. По сути. Если у вас, например, остались какие-то локации или комнаты из object modeling, вы можете их сюда загрузить и в целом тоже настроить коллайдеры и взаимодействовать уже, например, в своих прошлых проектах в Нимае. Тоже можно задействовать локации. Можно там смоделировать что-нибудь, но это уже зависит от вас. Это не на оценку, а для того, чтобы у нас была какая-то среда. В прошлом году тоже использовали такую простую галерею в качестве фона. Так, еще XR Interaction Origin можно поставить 0. И не забыть удалить нашу main камеру. То есть она уже не нужна. У нас есть камера RIG. XR RIG. Так, пока это все скачивается. А, уже скачалось. Давайте загрузим в Unity и поставим. Здесь уже можно поработать над коллайдерами, над освещением. Если мы до этого работали над шейдерами, то здесь еще добавляется освещение. Так как мы находимся уже внутри помещения, и чтобы это все красиво рендерилось, нужно будет также предусмотреть освещение. Так, в Asset я создам папку. Она у нас будет называться Environment. Так, здесь у нас есть 3D-модель. И у нас есть материалы. Мы можем сделать экстракт материалов. По-моему, вообще один материал идет. Посмотрим, сколько текстур. Текстур у нас только за бейкенный лайтмап получается. Если вы будете искать на скетчфабе, например, для VR, то, скорее всего, там уже запечен свет в текстуре. И поэтому с освещением можно будет не заморачиваться. Так, ладно, добавляем сцену. Да, она уже красивая, яркая, все настроено, потому что она идет уже с материалом, который запечен. То есть, что означает запечь свет? Это означает, что текстуры пришли, например, из какого-то движка типа Maya, и в текстуры прям запекли свет. То есть, мы же свет обычно рендерим и получаем картинку. Текстуры, они более блеклые, а здесь у нас уже были источники освещения, уже настроенный рендер, и та картинка, которая у нас получилась, например, в Maya, она запечена прям в текстуру и прям в целый атлас текстуры. В Unity тоже можно запекать лайтмапы, и они будут выглядеть подобным образом. Так, здесь у нас все получается один меш, внутри нету ничего, поэтому с коллайдерами придется создать кастомные. Можно создать plane, чтобы у нас наш контроллер не исчезал, и поставить на пол. Ну, хотя можно попробовать посмотреть. Мне кажется, а, камера у нас не обладает rigidbody, поэтому, в принципе, нам контроллеры не нужны. Все нормально. Теперь, чтобы протестировать, получается, нашу VR, прям здесь у нас в сцене, нам нужно добавить то, что мы скачали. Это XR Device Simulator. Для того, чтобы тестить прям на Unity, нам нужно всего лишь один префаб и закинуть в сцену. XR Device Simulator позволяет вам симулировать то, что мы находимся, получается, в VR. И здесь у нас показаны, какие кнопки соответствуют каким жестам контроллеров, либо движениям нашей головы. То есть, получается, все движения имитируются только контроллерами, только кнопками мышки и клавиатуры. И здесь, если мы нажмем Play, сейчас мы увидим нашу сцену и увидим, куда смотрит камера. То есть, здесь, получается, XR Device Simulator показали вам карту взаимодействия. То есть, это уже обновленная версия. В прошлом году вот этого, получается, маленького окошка не было. И нужно было самим разбираться, какие кнопки за что отвечают. Здесь написано, правая кнопка мыши у нас за обзор камеры. То есть, чтобы посмотреть вокруг, мы зажимаем правую кнопку мыши, и мы можем оказаться как будто бы в VR мире. Сейчас я увеличу вот эту вот площадь. То есть, мы можем просто левой кнопкой мыши, а правой кнопкой мыши без контроллеров. Контроллеры у нас вот здесь находятся. По-моему, в прошлом году нельзя было просто так вот мышкой водить, мы ничего не видели. Дальше, что есть? Есть, по-моему, shift – это левая рука. Когда мы зажимаем shift, то мышка становится левой рукой. Куда бы мы ни повернули, она начинает двигаться в ту сторону. Пробел – это правая рука. То есть, здесь надо приноровиться и вот этими палочками-указателями управлять. Смотрите, то есть, здесь, по сути, вот это наши руки. Если мы еще запустим VSD, нет, G. А, мы можем перемещать, а потом через пробел двигать. Так, а как еще двигать? Я забыла уже. Когда мы нажимаем пробел, то мы, получается, переходим в контроллер. Когда зажимаем shift, мы в левый контроллер. Так, вот где наши здесь палочки остались. И rotate. W – это движение, получается. S – перемещение. A – D. То есть, в принципе, можно разобраться, что за что отвечает. Tab у нас… А, мы… Вот. Если нажать Tab, мы можем двигать контроллером и перемещаться между ними. В прошлом году немного другие действия отвечали за вот эти вот контроллеры. То есть, здесь у нас задействован еще Tab, чтобы двигать мышкой просто другим контроллером. Зажимать shift. Shift – левая кнопка мыши, чтобы указатель. А, вот. Теперь мы можем двигать. Вращать. Правая кнопка мыши. Так, ну здесь надо потренироваться и научиться управлять этими курсорами. Следующее, что мы сегодня должны успеть, это подключить сюда руки. То есть, чтобы у нас были 3D-руки, которые держат эти контроллеры. 3D-руки можно скачать по ссылке, которую я вам сейчас дам. То есть, отсюда можно handmodels скачать и закинуть также в наши ассеты. так, и сейчас посмотрим, скачались ли у нас руки. Тоже их разархивируем. Здесь единственное, что файлы в Maya, поэтому, в принципе, вы можете не экспортировать никуда, закинуть в Unity прям 3D-файлы из Maya. Закинем их в ассеты, прям сюда, всю нашу папку Oculus Hands. В целом, в прошлом году Maya файлы тоже в Unity понимала, и я надеюсь, даже если у вас Maya не установлена, Unity будет понимать. Если вдруг у кого-то, например, они не загрузятся, не отобразятся, я их сконвертирую в VX, если что. Пока будем использовать пост-ссылки, которые предоставлены через Oculus официальный сайт. Субтитры создавал DimaTorzok сайт. Так, окей, у нас загрузились 3D-модельки Rook, и мы можем их посмотреть здесь. Если мы сейчас их просто закинем в сцену, мы увидим их размер. Но сцена у меня достаточно большая, поэтому я не буду их скейлить, пусть они будут как есть. Если сцена у вас, например, маленькая, и руки кажутся большими, то вы можете в настройках самой модели поменять Scale Factor и поставить, например, 0,0,1, как это было в прошлом году. Но сейчас у меня достаточно нормальные настройки, поэтому я оставлю Scale Factor 1. Так, я их отсюда удалю. И теперь нам нужно их подгрузить в контроллеры. Вообще, по умолчанию, если мы их закинем в левый контроллер, так, их нужно немного повернуть, потому что, когда тестил Дмитрий, они были вот так вот на 90 градусов повернуты. и в правый контроллер мы правую, соответственно, руку закладываем. Для того, чтобы их корректно повернуть, нужно создать Create Empty Parent. Его также можно назвать Left Hand. И в правом контроллере мы создадим тоже Empty Parent, Right Hand. И из них мы просто сделаем префабы, закинув их сюда. Здрасте. Дальше уже внутри мы развернем, получается, руки на 90 градусов, чтобы они были вот так. И эта рука вот так. Все. Вот в таком положении они будут в VR корректно отображаться. И сейчас мы можем также в Left Controller проверить. Сейчас мы их просто добавили в сцену, но чтобы они автоматически появлялись, обычно закидывают префабы прямо вот сюда, в Model Prefab. То есть, по сути, мы можем сейчас их удалить сцены, но не забывайте, у нас созданы префабы, поэтому все должно быть нормально. Делаем Apply and Override Prefab всех изменений. И мы можем их отсюда удалить, а потом в Left Controller перекинуть соответствующий Left Hand Prefab и в Right Hand тоже перекидываем префаб. Не модельку, а именно префаб, в котором у нас есть вот эти вот Childy. Теперь, когда я включу Play, у нас автоматически здесь подгрузятся руки. То есть, вот здесь вот мы видим, что руки выглядят корректно, и теперь я могу взаимодействовать ими. То есть, у нас появились VR-руки. Если мы, например, будем сжимать интерактив, то к ним еще подгрузится анимация, которая пришла вместе с модельками рук. То есть, это уже перед настроены руки, и, в принципе, они вот загрузились туда, куда нужно. так как мы держим и контроллеры. Мы же держим руку вот так и вот так, поэтому мы их развернули. Так, вот теперь мы видим руки, у нас есть контроллеры, мы можем взаимодействовать с помощью клавиатуры. Это и будет вашим первым заданием по VR-у, дедлайн, которого будет, получается, следующая неделя, 9 ноября. Вы скачиваете нужные библиотеки, которые мы сегодня сделали, настраиваете XR Origin, настраиваете Left-контроллеры, Right-контроллеры, добавляете окружение, в котором у нас будет происходить наша VR-симуляция, ставите XR Device-симулятор, запускаете и пробуете взаимодействовать через эти контроллеры с помощью клавиатуры. То есть делаете запись экрана и загружаете в Teams. Также приходите на защиту и показываете, как вы это все настраивали. Задание по VR-у такое. На следующей лекции мы уже будем изучать взаимодействие, то есть Interactions. Первое задание по VR-у настройка на 2 балла. Также не забывайте про задание Air Foundation. запишем то, что дедлайн уже близок. Так, но в целом на сегодня все по лекции. То, что у нас не записалось, сейчас быстренько повторю. То есть получается мы приступили к лекции по VR-у. VR-ы отличаются от обычных игр тем, что мы полностью погружаемся в воссозданную среду. То есть здесь очень важно то, как у нас выглядит виртуальный мир и то, как мы с ним взаимодействуем. VR-ы делятся на несколько типов. По типам подключения, то есть стандалон, который не зависит от ничего, то есть вы билдите АПК, устанавливаете на VR и работаете, то есть погружаетесь в VR. Есть, которые зависят от PC. Кстати, я еще забыла сказать, что более качественный рендер и FPS будет как раз таки на PC, потому что у вас есть компьютер, который достаточно мощный, чтобы генерить классную картинку, и такие PC VR подключаются по HDMI, не по обычному USB, ну или USB 3.0. И также есть обычные прям супер simple VR, который записывает ваши телефоны, устройства в качестве источника 3D-сцены или видео, и здесь очень ограниченное количество взаимодействий с такого рода VR. Делятся по степеням взаимодействия 3D-off, кстати, 3D-off degrees of freedom это как раз таки GRVR, где вы можете просто вращать головой и смотреть 360 видео. Более обширное взаимодействие это получается там, где у нас есть 6 степеней свободы, там, где мы еще можем перемещаться в пространстве и вращать. также есть типы VR с трекингом, аутсайд трекинг это означает, что оборудована какая-то комната, где, чтобы погрузить человека в VR, используются еще сторонние трекеры, которые позволяют еще видеть человеческое тело и погружать его, то есть там больше интерактивного взаимодействия, больше движений, то есть полностью считывается человек и погружается в виртуальный мир. Есть инсайд ауттрекинг, это когда все внутри устройства. Oculus Quest, второй, который у нас есть в универе, он относится именно к инсайд ауттрекинг, там, где у нас используются внутренние сенсоры, которые позволяют определить, где находятся контроллеры, то есть у контроллеров есть инфракрасные датчики, которые говорят устройству, где они в нашем мире, чтобы перенести это в виртуальный мир. И также трекинг позволяет нам, людям, ориентироваться и в нашем пространстве, то есть бывает такое, что зона, которая очерчена в квесте втором, которая вас защищает, если вы ее преодолеете, то вы можете столкнуться с какими-то реальными барьерами, там, врезаться в стену или еще куда-то, и получается трекинг камеры позволяют вам им определять и включать камеру, то есть вы там видите реальный мир и можете остановиться и не врезаться куда-то в сцену, то есть такие типы нужны. Еще огромное ограничение в VR это то, что не каждый человек может спокойно и долго находиться именно в шлеме виртуальной реальности. Это связано с тем, что у нас идет когнитивный диссонанс. Человек может стоять, а в VR происходит, например, какой-то полет, и возникает эффект motion sickness, либо морская болезнь. Простыми словами, человека укачивает. То есть у кого очень слабый вестибулярный аппарат, либо еще какие-то внутренние более чувствительные люди, им сложно долго в VR играть, может быть какие-то игры не подойдут. Также мы еще не записались, мы смотрели примеры игр, но это можно посмотреть уже без звука. То есть очень важно, чтобы игры были соответствовали человеку, то есть человеку, которого укачивает, не нужно играть в авиасимуляторы в VR, или тестить на себе какие-то skyscraper или американские горки. То есть в любом случае надо, если устали, лучше не играть в VR. И самое главное в разработке под VR обязательно учесть то, что нужно, чтобы все движения были соответствовали реальному миру, чтобы не было movement mismatch, чтобы не было лагов, нужно оптимизировать очень сильно окружающую среду. То, как мы сейчас увидели здесь, получается, здесь вообще в целом одна только текстура, в которой запечено освещение. Это делается для того, чтобы оптимизировать наш мир, казался реалистичным, классным, и при этом не перегружал систему рендеринга, чтобы было не так много полигонов, все текстуры запечатаны в одну. Свет в VR очень важен, тоже реалистичный, поэтому про это не стоит забывать. И чтобы избежать лагов, нужно, чтобы VR-игры выдавали как минимум 90 FPS, потому что человек двигается в реальной жизни без задержек, то есть мы видим моментальное движение, у нас нет каких-то отставаний картинок, и так как мы полностью сенсорно подгружаемся в VR, поэтому очень важно, чтобы не было здесь провисания FPS. И также нужно постараться, чтобы было качественно, детализировано, и обязательно, чтобы был пол, то есть чтобы это было пространство, и у человека была опора, то есть чтобы не было там открытых пространств, потому что это у некоторых людей может вызывать страх и, например, укачивание. Поэтому это все стоит учесть при разработке игр под VR. Так, вроде бы у меня все, мы справились раньше, поэтому можем закончить раньше. дальше. Редактор субтитров